Дмитрий Махонин МЧС предупреждает, сегодня ночью на Пермский край обрушатся сильные ливни и крупный град. Березняки уже страдают от непогоды, ведь грозовые тучи сгустились над городом во второй половине дня. Спасатели напоминают, при грозе нежелательно пользоваться электроприборами. По возможности лучше не выходить из дома и держаться подальше от окон. Жителям региона рекомендуют во время сильного дождя быть осторожными на улице и обращать внимание на воздушные линии электропередач и их целостность. Владельцев частных домов просят подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. Причем, по прогнозам метеорологов, сильные дожди и грозы пройдут сегодня ночью и продолжатся завтра днем. Будьте осторожны. Продолжу выпуск. Сегодня Березняки посетил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Притом он проинспектировал не только строящийся микрорайон. Целью главы региона было узнать, как развивается березняковская инфраструктура. Елена Силакова расскажет, какие социальные объекты он посетил. Сегодня Дмитрий Махонин приехал в Березняки. У него была насыщенная программа. Сначала он съездил в лагерь «Дружба». Там он посмотрел, как лагерь готов к предстоящему сезону. Затем Дмитрий Николаевич поехал в Любимов. Первой его точкой был физкультурный оздоровительный комплекс. Там подрядчик устранил свои недочеты, когда Дмитрий Николаевич сделал ему замечание еще в мае. А дальше Дмитрий Николаевич поехал в новую школу. Там он осмотрел ход строительства, сказал, что к первому сентября школа будет уже полностью готова и пообещал, что приедет на первое сентября на линейку к школьникам. Но самое главное, что после всего прошло заседание большое по агломерации «Березняки Столикамск», обсуждали его будущее. По итогам встречи решили составить большую дорожную карту с ответственными, кто будет отвечать за развитие туризма, промышленности, спорта и так далее. И к первому сентября документ уже должен быть готов. Поэтому подробности встречи смотрите завтра. Мы расскажем традиционно в программе «Новости Верхней Камьев» в 19.00 все, что обсуждали на заседании. Перейдем к темам не столь радужным. Жуткая история произошла в Перми. 17-летний подросток на улице зарезал 13-летнего мальчика. Подробности в рубрике «Происшествия». Страшная картина. Вот здесь лежал подросток лет 13. Он истекал кровью. Рядом с ним валялся велосипед. Накануне вечером рядом с общежитием в Мотовельхинском районе Перми местные жители наблюдали страшную картину. 13-летний подросток истекал кровью. Очевидцы вызвали скорую. Шестиклассника доставили в больницу, где он скончался. В соцсетях говорят, единственный ребенок в семье. С ним охотно дружили и ребята постарше. Один из знакомых, 17-летний парень, нанес смертельный удар ножом. По одной из версий, убийство произошло из-за ссоры. Якобы погибший постоянно оскорблял старшего товарища, а у того сдали нервы. Теперь убийце грозит до 20 лет лишения свободы. А эти пермские студенты решили покататься на чужой машине бизнес-класса. Для этого вызвали дорогое такси. Под конец поездки ударили водителя ножом в грудь и шею, после чего поехали кататься на его машине по городу. При этом раненый водитель оставался на заднем сидении. Тот, кто предложил мне это, он хотел присвоить автомобиль себе, впоследствии для дальнейшего использования в личных целях. Мне обещали деньги в размере, а на третье это стоимость автомобиля. Впрочем, радость от такого приобретения была недолгой. Практически сразу второкурсники врезались в бордюр и убежали. Автомобиль с пострадавшим таксистом позднее обнаружили жители, о чем сообщили в полицию. Студентов быстро нашли при помощи камер видеонаблюдения. Двоих задержали в колледже во время лекции, еще одного, когда он гулял с собакой у дома. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью им грозит до 8 лет лишения свободы. Мужчина был госпитализирован, сейчас он идет на поправку. А это видео снято сегодня в Березняках, и его главной героиней стала школьница. Девочка пошла через дорогу, даже не глядя по сторонам, и чуть было не угодила под колеса авто. Неосторожный пешеход должен сказать огромное спасибо водителю за то, что тот успел увернуться. Иначе могло произойти самое страшное. Сводку происшествий подготовил Сергей Каленик. Масштабные учения аварийно-спасательных служб развернулись на флотационной обогатительной фабрике у Сольского комбината Еврахима. В этот раз отрабатывалось взаимодействие персонала пожарной охраны предприятия и федеральной противопожарной службы. Сергей Каленик одним из первых прибыл к месту тренировки. Получена информация о возгорании конвейерной ленты 14-й, отметка 24-500. Аварийно-спасательные формирования комбината проводят учебные тревоги каждый месяц. Но тренировка с привлечением отряда федеральной противопожарной службы по городу Березеньки проводится впервые. А с этого момента станет ежегодной. По легенде, загорелся привод конвейерной ленты в одном из отделений обогатительной фабрики. Немедля диспетчеры сообщают о возгорании аварийно-спасательным службам. Начинается экстренная эвакуация персонала и уже через считанные минуты появляются первые боевые расчеты. Пожарное подразделение предприятия. Огнеборцы комбината прокладывают рукавные линии. Несколько пожарных поднимаются на верхние этажи фабрики для проведения разведки. Вдруг есть пострадавшие. Один из бойцов скидывает веревку, с помощью которой поднимают рукавную линию к очагу возгорания. Электроперсонал завода тем временем обесточивает оборудование фабрики. А из Березняков уже спешат четыре городских пожарных расчета. Учения и направлены на отработку взаимных действий. Это плотное взаимодействие. Отработать действия, отработать порядок ликвидации на таких вот серьезных объектах. Объект достаточно большой, объемный, в конструктивном исполнении очень сложный. Также достаточно большое количество людей, работающих сменой. Березняковские пожарные уже на месте. Им понадобилось всего около 20 минут. Тем временем спасатели Усольского колейного комбината находят пострадавшего и эвакуируют его. Работа не в проворот. В промышленных зданиях тушить пожар непросто. Высота, лестничные марши. Но огнеборцы подбираются к очагу. Поставленная задача выполнена. На данных учениях отрабатывались действия по взаимодействию между подразделениями различных видов пожарной охраны. Это пожарно-пасательного отряда и подразделений ГУП ВГСЧ. А также отрабатывали действия с администрацией Еврохима. То есть при возникновении нештатной аварийной ситуации и при пожаре. После тренировки по традиции разбор полетов. Замечания, конечно, есть. А как же без них? Все они будут проработаны и учтены. Но в общем и целом действия как технологического персонала, так и аварийно-спасательных служб получили оценку удовлетворительно. Были достигнуты успешные цели. Показали хорошую работу непосредственно сами аварийно-спасательные формирования по эвакуации пострадавшего лица. Со стороны рабочего персонала было также предпринято оперативные действия по передаче необходимой информации подразделения военизированной гороспасательной части. Также было отключено своевременно все оборудование технологическое. И эвакуированный персонал в полном составе. Усольский калийный комбинат в области пожарной защиты оснащен по последнему слову техники. Сигнализация, противодымная вентиляция, установки автоматического пожаротушения и многое другое. Проектные решения этого молодого завода изначально были выполнены с учетом самых современных федеральных требований, норм и законов. Поэтому каждый, кто здесь работает, ощущает себя в безопасности. Сергей Калиник, Степан Некрасов, Новости Верхнекаме. На курорты Краснодарского края будут пускать только с прививкой. В Прикаме построят краевую инфекционную больницу на 235 мест. Об этом вы узнаете из рубрики «Новости коротко». В гостинице Краснодарского края будут пускать не всех. Туристы смогут разместиться в отелях и пансионатах на курортах Кубани с 1 июля только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. С 1 августа обязательным условием при заселении станет наличие прививки от коронавируса. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября. Пандемия проверила на прочности отрасль туризма и в первую очередь сферу здравоохранения. Поэтому в Пермском крае построят краевую инфекционную больницу на 235 мест. Новая больница входит в число приоритетных объектов здравоохранения. Стоимость проекта составит более 3 миллиардов рублей. Сейчас проходит процедура закупки на проектирование и строительство. Строительство объекта планируется завершить в 2023 году. А мы напоминаем, в Березняках прививку от COVID-19 можно будет поставить прямо во время празднования в Дня города. Мобильный ФАП будет работать в городском парке с 13 до 17 часов. Желающим пройти иммунизацию сначала необходимо заполнить анкету и пройти отсмотр, где измерят давление и сатурацию и проверят работу легких. Только после этого медики поставят пациенту прививку. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС предупреждают в краевой больнице имени Вагнера. Новости коротко подготовила Евгения Кокшарова. А мы вернемся после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Новости коротко-кокшарова Все предельно просто. Берем копченую рыбку от рыбака Камчатки. Это сестра Чавычи, но ее филе более темное. Отделяем кожу и нарезаем кубиками, добавляем в блендер. Туда же кладем нарезанный красный лук и творожный сыр. Наше дело только стоять и ждать, пока техника сделает свое дело. Потом добавляем смесь на тарталетке, украшаем огурцом и петрушкой. И вкусно, и сытно, и полезно, и недолго. Поэтому смело берите на вооружение такой рецепт для ваших гостей. Приятного аппетита! С рыбаком Камчатки вы можете постоянно делать такие закуски. Для этого есть огромный ассортимент вкусных балаков нерки, палтуса, чавычи, горбуши, белорыбеца и дори. Рыбка отлично сочетается с овощами, авокадо, зеленью и сливочным сыром. А если вы не знаете, что выбрать, тогда присмотритесь к рыбному ассорти. Совсем нет косточек в рыбе. Очень красивая будет нарезочка для праздничного стола. Просто так можно себе утром на бутербродик приготовить. Состоит из белорыбецы. Белорыбеца очень тоже полезная рыба. И кумжа. Кумжа – это тоже представитель семейства лососевых. Рыбак Камчатки привез нам красную рыбу нерки и свежемороженную продукцию. В холодильниках полутуши и стейки чавычи, треска, палтус, конгря и тунец. Такого качества продукции вы нигде не найдете. Я всегда покупаю икру и чавычу. А почему вот именно эти? Ну, просто нравится. Хороший вкус. Чавычу беру всегда. И сегодня взяла чавычу и селедки. Нерку взяла. С таким выбором на вашем столе всегда будут вкусные блюда и необычные закуски. Так что смело отправляйтесь до Каленина и будьте уверены. Рыбак Камчатки привозит рыбку прямиком с Дальнего Востока штучно с заботой о покупателях. Более того, в пятницу, субботу и воскресенье на всю продукцию действует скидка 20%. Так что приходите и не забывайте, что вход на выставку в маске и перчатках. Елена Силакова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Артисты театральной студии «Апельсин» вернулись с творческих сборов. В 16 дней на Азовском море ребята не только выступали с этюдами, но и совершенствовали свое актерское мастерство. Сюжет Екатерины Зебзеевой. Это выступление театральной студии «Апельсин». На Азовском море в поселке Кучугуры. «Апельсины» так называют всех воспитанников студии. Приехали в составе 42 человек. Мастер-классы, выступления, театральные постановки и, конечно, море. Встретили ребят с распростертыми объятиями. Приехали мы выступать, загорать, веселиться, отдыхать. Самый запоминающийся, мне кажется, для всей нашей группы была поездка в сафари-парк Кучугурский. Там было очень много зверей, там была канатная дорога. Мы рассматривали ее, чтобы поставить спектакль «Король лев». Мы рассматривали всех животных, замечали, что у львов, например, есть такая особенность у одного зборита в районе Глаза, и это был как шрам. Мы там занимались, веселились и сближались друг с другом. Это все правда. После поездки у меня появилось намного больше друзей, чем было. Я познакомился со всеми ребятами. Мы уехали с хорошим опытом и с хорошим загаром. Поездку артисты вместе с художественным руководителем Любовью Бушуевой начали планировать еще в марте. Чтобы достичь лучшего результата, полностью вжиться в роль, необходимо хорошо знать не только свою роль, но и партнера по сцене. Лето – это всегда время, когда дети расслабляются, и все, что было накоплено за учебный процесс, как правило, уходит на такой, на нет. Хотелось очень сделать сборы, в которых дети каждый день вместе могли и заниматься, и расти, и что-то создавать еще. Ну и, конечно же, укрепить какие-то взаимоотношения. Помимо опыта с Азовского моря, ребята привезли кубки и грамоты. Еще бы 16 дней они участвовали в концертах и фестивалях. В том числе во Всероссийском фестивале-конкурсе «Море зовет», «Волна поет» и даже выступали на городских праздниках. В планах «Апельсина» выезжать на театральные сборы как можно чаще. Все для того, чтобы дети учились и заряжались творческой энергией не только на родной сцене. Море, а на море чайки, чайки на просторе кричат, кучу бурю привет! Екатерина Зибзеева, Лев Сабуров, Новости Верхникаме. Наша викторина «Узнай любимый город» продолжается. И в нашем эфире мы показываем архивные фото прошлых лет как с левого, так и с правого берега. А ваша задача угадать, что изображено на снимке. Финальное задание для вас подготовила Екатерина Зибзеева. Здравствуйте, дорогие телезрители! У нас продолжается акция «Узнай любимый город». В прошлом выпуске мы загадали вам Усольский дом культуры, который расположен на площади Елькина. Площадь носит имя Героя Советского Союза Валентина Ивановича Елькина, уроженца Усолья. Во время Великой Отечественной войны 18-летний комсомолец руководил звеном 908-го истребительного авиационного полка. 8 июня 1944-го он вылетел на перехват вражеского самолета. Одержав победу, Валентин принял решение вернуться домой. Но в это время из облаков выскочила еще одна пара вражеских истребителей. Получив серьезные ранения, солдат устранил сначала одного. Затем, обнаружив нехватку боеприпасов, он героически пошел в лобовую атаку. От удара оба самолета упали. Наблюдавшие за боем солдаты стрелкового полка бросились к месту падения. Но Елькин уже был мертв. Мы получили более 15 сообщений. Кто-то увидел на фото ДК энергетиков. Кто-то разглядел проходную БКПРУ-1. Однако самый первый верный ответ дал оба Нянчей номер заканчивается на 7177. Поздравляем победителя. Ему достается сертификат в спасалон Лиловади. Спонсоры нашей викторины – Дода Пицца, Компот Клаб, Лиловади и Хорошее место. Пять самых активных участников получат сертификаты в этот райский уголок. А наша викторина продолжается. И мы готовы озвучить финальное задание. Итак, вопрос. Что за место изображено на этом фото? Свои варианты ответов присылайте на короткий номер 4647. Перед сообщением не забывайте поставить цифру 59. Мы принимаем ваши ответы до трех часов следующего дня. Екатерина Зибзеева, Лев Собуров. Новости Верхникаме. Если вы неравнодушны к жизни Березняков и сняли на видео происшествие или интересное событие, присылайте свой ролик нам в личные сообщения нашей группы ВКонтакте. И становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхникаме». Мы также ждем ваших сообщений по телефону 431711. Автор лучшего видео недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане. Наш выпуск подошел к концу. Далее вас ждет прогноз погоды и программа «Игорь Соловей. Я говорю правду». В сериях проекта известный блогер Игорь Соловей и ведущий Сергей Каленик обсуждают самые жаркие проблемы города. Вы смотрели главные новости Верхникаме. С вами была Мария Коноплева. Всего вам доброго и будьте здоровы. Внимание! Открыт новый салон «Двери-окна Кудесник» Парижской коммуны 54. В честь открытия скидки на стальные двери до 30%. Акция действует до конца месяца. Успевайте! Количество моделей ограничено. Рыбная лавка «Рыбак Камчатки» дарит скидку 20% только 25, 26 и 27 июня в ДК имени Ленина. Скидка 20% на весь ассортимент дальневосточных морепродуктов собственного производства. 25 июня на территории Верхникамья синоптики прогнозируют облачную погоду в дневные часы дожди и грозы. В Александровске и Кизеле плюс 26 градусов. В Соликамске столбики термометров поднимутся до 28. В Березняках в пятницу температура воздуха ночью плюс 18, в дневные часы плюс 27 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр. Ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. 25 июня. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Что ты рисуешь? Двери дома. Правильно. Дом начинается с дверей. А наш с дверей Аргус. Сейф Двери Аргус. Высший класс по шумоизоляции и прочности. Взломостойкие замки. Тихо и безопасно в вашем доме. Двери Аргус. Только в салонах «Кудесник». Рыбак Камчатки объявляет акцию. Только три дня. С 25 по 27 июня. Скидка 20% на всю рыбу и морепродукты. Улица Ленина, 50.